За 2016 год поступило порядка полутора тысяч устных и письменных обращений, при этом мы наблюдаем увеличение количества письменных обращений примерно на 9% за 2016 год. В большинстве случаев, это порядка 85%, по-моему удалось восстановить права заявителей либо оказать им необходимую консультацию для самостоятельной защиты нарушенных прав. И для сравнения, в 2015 году этот показатель был примерно тот же. То есть часть обращений у нас перешла на 2017 год, по части были даны мотивированные отказы. Традиционную большую часть обращений, это порядка половины, поступает от предпринимателей, зарегистрированных на территории города Казани. На втором месте предприниматели набережных Челнов порядка 30%. И также стоит отметить, что за прошлый год произошло увеличение количества обращений предпринимателей из Елабуги и Альметьевска. В совокупности это около 10% обращений. Как и в предыдущие годы, большинство обращений в адрес уполномоченного связано с проведением проверок. Это деятельность административно-технических инспекций, ну и экологические проверки. Земельно-имущественные отношения и нарушение договорных обязательств – это вторая тема, которая продолжает оставаться для предпринимателя наиболее актуальной. На долю проблем с проверками приходится примерно 17% общего массива обращений, и на проблемы с землей и имуществом порядка 18% обращений. Все чаще предприниматель обращается за получением юридической консультации по различным вопросам предпринимательской деятельности. Если более подробно изучить структуру жалоб предпринимательно-государственных органов и органов местного управления, можно увидеть, что основной объем жалоб, как и в прошлом году, поступал на исполнительные комитеты и глав муниципальных образований. Это около 30% обращений. Традиционно исполком города Казань и набережных Челнов являются лидерами в этом списке, но здесь надо учитывать то, что у нас в этих муниципалитетах и зарегистрировано основное количество субъектов предпринимательской деятельности. Много жалоб поступает на территорийное управление органов государственной власти Российской Федерации по Республике Татарстан, это около четверти обращений. Здесь надо отметить, что лидирует Управление Федеральной службы судебных приставов, а также Управление Федеральной налоговой службы и пенсионного фонда. Предприниматели в своих обращениях жалуются также и на других субъектов предпринимательской деятельности, как правило, своих контрагентов по договорным обязательствам, которые тем или иным образом нарушают их права. В 2016 году доля таких обращений составила около 15% от общего количества обращений. И по-прежнему большое количество обращений в адрес уполномоченных поступает в связи с нечеткой регламентацией и основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. Нами было установлено, что зачастую комплект документов и порядок предоставления муниципальных услуг в разных муниципалитетах сильно разнится. Также некоторые этапы получения муниципальной услуги запутаны и непонятны для предпринимателей. В целом работа с обращениями продолжается. Также реализуются проекты «Бизнес и власть. Откровенный разговор» и «Совет по предпринимательству при президенте», которые являются инфраструктурой работы с бизнесом и решения системных и частных проблем предпринимателей. В 2017 году продолжается активная работа по рассмотрению обращений. За первый квартал, еще не закончившись, мы видим тоже небольшое увеличение количества обращений в адрес уполномоченных. Но это примерно носит увеличение тот же характер, что и в прошлом году. То есть динамика примерно остается на том же уровне. Продолжение следует...